Добрый вечер на 12 канале Час новостей. В студии Юлия Кавыршина. Главное сегодня. В Москалинском районе объявлен режим ЧС. Там тонет поселок. Какую помощь оказывают жителям? Попов, Калинин и Никитин. Каждый отдал авангарду годы карьеры, а теперь будут бороться против. В финале Кубка Гагарина ястребы сыграют с ЦСКА. Красивое и опасное зрелище. Не выходить на лед, просят омичей. На Иртыше начался ледоход. А все бегут. Омичи, будьте осторожны, обращайте внимание на дорожные знаки и на их отсутствие. У дома печати убрали переход, но пешеходы не изменяют привычки и рискуют жизнью. И писать диктант будут в телестудии. Впервые в Омске. Площадкой самой масштабной в мире. Проверки знаний русского языка станет 12 канал. Какие подсказки готовят участникам наши журналисты? В Москаленском районе из-за паводка введен режим ЧАЭС. Водой захлестнуло аул Илеуш. Дороги здесь буквально превратились в реки, затопило 12 жилых домов. Причиной потопа стало резкое снеготаяние и переувлажнение почвы. Как только в регионе установились плюсовые температуры, талые воды потоком хлынули на подворье и дорогу. С сегодняшнего дня в районе работают специальные бригады МЧС. Их направили из Омска. С помощью специальных помп откачивают воду. Елена Смирнова с подробностями. Илеуш затопило буквально в одночасье. Последние три года сельчан от половодья спасала дамба, но это весной ее прорвало. Причин несколько. Почва переувлажнена на 30%, а снег растаял раньше и быстрее обычного. Потому как только в регионе установились плюсовые температуры, талые воды не впитались в землю, а потоком хлынули на подворье. Еще, говорят местные жители, дамбы повредили андаторы. Зверьки проделали несколько тоннелей в земляной насыпи. Это андаторы делали, пролазы вот это все. И кругом вода пошла. И вот даже вот этот наш край, в четырех домах вода. У меня вон доме вода стоит. Скотину кто куда мог, выгнали на улицу по родственникам и так далее. Про птиц уже не говорю, не знаю, куда девать их даже. Так сильно здесь топило, разве что в 2016-м, вспоминают старожилым. Правда, тогда стихия не затронула жилище, а вот на сей раз в комнатах по колено воды. В эпицентре Паводка оказалось 12 домов, расположенных в низине. Владельцам подворья и их семьям, это 28 человек, предложили перебраться в пункт временного размещения. Однако все они отказались. Кто-то пока переехал к друзьям и родственникам. Люди обеспечены продовольствием, водой и медикаментами. А чтобы жители, чьи дома пострадали от Паводка, потом смогли получить компенсации, в районе введен режим ЧС. На месте работают спасатели, откачивают воду, используют четыре мощные помпы. Задействовано 79 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. Помогают и фермеры, делятся дизельным топливом для насосов. Глава района немедленно выехал в затопленные деревни. Сейчас уровень воды в ауле Илеуш уже снижается. И в ближайшее время, как только будет возможно завести туда строительную технику, мы начнем устранение и ремонт дороги. Усилить земляную насыпь на подходе воды к аулу Илеуш и совершенно иным образом перестроить пропускные мостики на аул Тумба. И это нужно будет сделать в течение летнего осеннего периода. А вот с дорогой к поселению Тумба сложнее ее размылом. При необходимости в аул доставляют провизию, запаслись и сами жители. Спасатели отмечают, сейчас главное откачать всю воду. И только вслед за этим можно будет приступить и к укреплению дамбы, и к ремонту магистрали. Районные власти заявляют, сделают это без промедления. Сразу же, как только дорога просохнет, и появится возможность вывести строительную технику. Ремонт предстоит капитальный. Выяснилось, что дорогу необходимо, по сути, перестроить. Только так можно будет снизить вероятность потопа в будущем. О размытой в Москаленском районе дороги речь шла сегодня и на заседании правительства. По словам Валерия Бойко, из года в год повторяется ситуация, когда проезд ремонтируют, а на следующий год выявляются недочеты. Это при том, что сейчас на реконструкцию выделяют рекордные деньги. В этом году это свыше 9 миллиардов рублей. Контроль за качеством ремонта магистрали необходимо усилить. Привлекать нужно не только надзорные ведомства, а помочь готовы общественники проработать этот вопрос поручили Министерству строительства. Давайте, чтобы мы четко понимали, что каждая дорога с самого начала, не тогда, когда ее закончат, и потом или лета не хватило, и мы тогда приходим уже и пытаемся с подрядчиком вести работу уже по факту, когда вот произошло. Давайте до того как-то реагировать, чтобы нам не доводить до этих досудебных дел, чтобы мы все понимали, как бы в этом году в этой части работать. Говорили на заседании сегодня и о социальной политике. В этом году на реализацию программы «Доступная среда» выделено больше 190 миллионов рублей, 150 из них средства федеральные. Их направят на строительство корпуса психоневрологического интерната в Омском районе. Модернизировать и сделать общедоступными и планируют 18 городских остановок оснастить звуковыми сигналами три десятка светофоров, причем не только в Омске, но и в Калачинске. Те средства, которые в результате экономии у нас сложились, это около 6 миллионов рублей, мы постараемся направить на обустройство подъездов жилых домов для беспрепятственного доступа наших амичей. Шла речь сегодня и о предоставлении жилья льготникам. Так, квартиры в этом году должны получить 55 ветеранов Великой Отечественной войны. Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделено больше 72 миллионов рублей. Известные в Омске хоккеисты, яркие годы карьеры которых связаны с авангардом, будут на скамейке противника. В финале Кубка Гагарина ястребы сыграют с московским ЦСКА. Главный тренер армейцев Игорь Никитин становился чемпионом страны в составе авангарда именно в Омском клубе, начинал тренерскую карьеру. Нападающий Александр Попов, легенда омских ястребов, 18 сезонов провел за авангард. И воспитанник Омской школы хоккея Сергей Калинин теперь все они соперники омичей. Жаркий финал стартует уже в эту субботу. На пути к нему ЦСКА обыграл в серии питерский СКА. Анна Кокорина продолжит. Интрига в этом армейском дерби сохранялась до последнего. Из матча в матч соперники прогрессировали, меняли тактику, тасовали составы и перехватывали инициативу. Все решилось в финальном седьмом поединке. Гол 3-1! ЦСКА в финале Кубка Гагарина! За главный трофей КХЛ самый титулованный клуб страны и мира поборется в третий раз. Как и авангард Кубок Гагарина, армейцы не завоевывали ни разу. В 2016-м уступили Магнитогорскому Металлургу, а в прошлом отдали победу Казанскому Афбарсу. Чтобы получить заветный кубок, в этот раз пойдут на все. Конечно, силы есть. В Омске тоже была не самая легкая серия, вы сами все видели. Так что физически мы все готовы. Сейчас отдохнем, хорошо покушаем, как говорится, и хоть. Бой обещает быть захватывающим и интересным. Противостоять красно-белочерным будут любимцы омских болельщиков. Бывшие игроки «Авангард» Александр Попов и Сергей Калинин. Первый в цветах нашего клуба провел 18 сезонов. Второй был самым молодым капитаном в лиге. Играл за «Авангард» и главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. В Омске он начал свою тренерскую карьеру. На послематчевой пресс-конференции назвал Ястребов достойным соперником. Серьезный соперник, серьезный состав, серьезный тренерский штаб. Амбициозный, поэтому здесь с полной ответственностью, я думаю, и ребята уже, я думаю, сейчас начнут готовиться. В принципе, об этом и сказали. Я думаю, что достойные соперники будут в финале. Предвкушает финальные поединки и хоккеисты «Авангарда» уже отдохнули и сегодня провели открытую тренировку. Часть игроков разминалась на льду, в их числе два вратаря Иван Алимов и Олег Шилин. Другие упражнялись в тренажерном зале. Пообщался с прессой и главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. На его счету победные финалы в пяти лигах. И каждую серию он сравнивает с поездкой на американских горках. Бывают взлеты и падения. Бывает, что, одержав хорошую победу, на следующий день нужно полностью обнулиться и двигаться дальше. Как и после поражения. Игру уже не выиграешь. Нет смысла заниматься самоедством. Нужно просто двигаться вперед. ЦСКА очень сильный клуб. Они здорово работают и на синей линии, и габаритные у них игроки. Да и в целом, это команда, которая строится на протяжении пяти лет. И, конечно, мы очень уважаем соперника. Мы их изучаем, смотрим их игру, разбираем. Но в первую очередь мы делаем акцент на собственных действиях. Мы будем отталкиваться от своей игры, поскольку встречаются клубы с двумя абсолютно разными стилями игры. Прогнозы на эту серию хоккейные эксперты пока не дают. Ставки делают на мощный опыт армейцев. При этом не исключают чудодейственный эффект яркого и атакующего хоккея Баба Хартли. Равные шансы на победу подтверждает и статистика. В 60 матчах ЦСКА побеждали 25 раз. И 24 игры уступили. При этом заколотили армейцы 151 шайбу, пропустив свои ворота 150. Противостоять армейцам в финале будет и старейшая примета лиги. Куба Гагарина ни разу не доставался победителю регулярного чемпионата. А ЦСКА в этом сезоне заняли первую строчку регулярки. Так что популярной певице Ольге Бузовой, пообещавшей устроить концерт в Омске, самое время начать разминать связки. Морковский сезон. Ну что ж, мы желаем хорошего, знаменимого хоккея и удачи парням и самым главным фестивалям. Анна Кокорина, 12 канал. Ну а сегодня в истории омского хоккея важная дата. Ровно 15 лет назад, 10 апреля 2004 года, «Авангард» впервые стал чемпионом страны, обыграв в решающем матче магнитогорский металлург. Эта схватка получилась сверхупорной. Голов не было 46 минут. Счет открыл нынешний тренер ЦСКА Игорь Никитин. Впрочем, радость омских болельщиков была недолгой. После видеопросмотра гол отменили. Чемпион определился лишь в серии буллитов. В ней героем стал омский вратарь Максим Соколов, переигравший лучшего магнитогорского исполнителя штрафных не только в России, но и в Европе Валерия Карпова. И золото чемпионата России отправилось в Омск. Сегодня в официальной группе «Авангарда» выложили видеоролик 12 канала, посвященный победе ястребов. Это ностальгическое видео. Болельщики пересматривают и репостят в социальных сетях. Некоторые даже рекомендуют показать его в раздевалке для вдохновения перед финалом плей-офф. Тем более, что сегодня в команде, пусть и в новом статусе, работает часть того золотого состава. Дмитрий Рыбыкин и легендарный Су-33. На РТШ пошел лед. Самое ожидаемое весеннее явление началось на реке сегодня в полдень. Лед пошел на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Между тем, синоптики рассказали, каким будет окончание весны и предстоящее лето. Май ожидается дождливым, а вот июнь солнечным. Вообще, весна в регионе наступила раньше обычного. Зима длилась всего 150 дней. Это в среднем на две недели меньше, а в некоторых районах и ровно на месяц. Теплее нормы оказались март и начало апреля. А вот май будет дождливым. Порадуют омече лето с июня по сентябрь. Температура воздуха, по словам синоптиков, будет в норме. Должно быть у нас хорошее лето, среднестатистическое. По долгосрочному прогнозу у нас температурный режим ожидается около нормы. За исключением у нас апрель выше нормы на 2-2,5 градуса. И по осадкам у нас избыток ожидается в мае. Во все остальные месяцы и температура, и осадки должны быть в норме. У амечей будет не 45 минут, чтобы пересесть на другой автобус, а час. Такое предложение прозвучало на сегодняшнем заседании Омского городского совета. Теперь слово за мэрией. Поддержит ли она депутатов? Сами народные избранники считают, что 45 минут для бесплатной пересадки слишком мало. Нужно ведь не только доехать до промежуточной остановки, но и дождаться нужного автобуса. Еще одно новшество, связанное с транспортом. Оно касается перевозчиков. Теперь заявиться на маршрут можно по интернету. Какие еще решения приняли сегодня депутаты горсовета, расскажет Мария Седнева. Бюджет Омска корректируют уже в третий раз. Сейчас доходная часть почти 19 миллиардов. Увеличилась на 374 миллиона рублей, в основном за счет межбюджетных трансфертов. Вырастут и расходы. Деньги пойдут на зарплату педагогам дополнительного образования, благоустройства, дороги, тротуары, жилье инвалидам. Также депутаты горсовета собираются облегчить жизнь малому и среднему бизнесу. Благодаря новым коэффициентам аренда муниципальной земли обойдется дешевле. Кроме того, мы дали возможность добросовестным предпринимателям выкупать земельные участки, принадлежащие городу Омску, по цене 10% от кадастровой стоимости. Это действительно значительный подарок именно тем добросовестным людям, которые вовремя платят налоги, не имеют каких-либо задолженностей по необоснованному доходу. До этого выкуп обошелся бы предпринимателям в 40% от кадастровой стоимости. В мэрии уже посчитали. В Омске 193 участка, которые могли быть выкуплены. Теоретически город мог получить 800 миллионов от продажи. Теперь 200. Депутаты рассчитывают, что это повысит инвестиционную привлекательность Омска. И еще одно решение связано с почетной грамотой Горсовета. Депутаты решили поднять статус наградой. Теперь она будет вручаться только физическим лицам, а ходатайствовать об этом могут только депутаты и мэр. Кроме грамоты, награжденным собираются вручать нагрудные знаки, напоминающие депутатские значки. Мария Седнева, Денис Жарков и Дмитрий Алтыгепченко, 12 канал. Установки общественного транспорта Домпечати. Сегодня напряженная транспортная обстановка. Здесь убрали нерегулируемый пешеходный переход. Для оптимизации движения на этом участке дороги. Причем для пешеходов проблем нет. Ведь буквально в 100 метрах есть зебра со светофором. Однако, по привычке, люди сегодня упорно идут там, где уже переход воспрещен, рискуя своей жизнью и жизнью водителей, свидетелем этой непростой ситуации стал наш сотрудник. Ничто не вечно, его больше нет. Эти слова могли бы стать неплохим некрологом для одного из пешеходных переходов в районе остановки Домпечати. Теперь, чтобы не попасть в ближайший обувный магазин, необходимо пройти порядка 100 метров. В противном случае обувь мне больше может не понадобиться. Амичи, будьте осторожны, обращайте внимание на дорожные знаки и на их отсутствие. Омский асфальтобетонный завод поменял график работы. Коррективы на предприятие внесли в связи с тем, что ямочный ремонт начали раньше заявленного срока из-за установившейся теплой погоды. С сегодняшнего дня за одну смену, это 8 часов, здесь будут выпускать по 100 тонн асфальта. Этот материал и пойдет на засыпку ям. Привести в порядок должны 380 дорог. В предварительном списке второстепенные улицы, межквартальные проезды и тротуары. До 1 мая в администрации Омска с учетом прошлогодних опросов. Горожан перечень окончательно скорректируют и утвердят график работы. В прошлом году, 9 сентября, пользуясь то, что большое количество будет приходить народу на пункты голосования, провели опрос, соответствующий, где на взгляд жителей наших необходимо в первую очередь обратить внимание на ремонт тротуаров и проездов. И такое же было дано поручение округам администрации, потому что они предоставляют все эти объекты, предложения, чтобы именно с учетом высказавшихся пожеланий о мячей были эти ранжированные объекты выстроены. Асфальтобетонный завод своей мощности будет увеличивая, так как в этом сезоне, как и в прошлом, потребуется много материала. Список дорог, ожидающих ремонта, внушительный. Для тотального диктанта в Омске подготовили 5500 мест. На сегодняшний день зарегистрировалось 2100 человек. До акции грамотности осталось всего два дня. Некоторые площадки, Дом культуры в Меге, Пушкинка и студия 12 канала регистрацию уже закрыли. Те, кто выбрал для написания именно нашу студию, расположатся в Ньюсруме, откуда каждый день выходят наши новости. Диктовать будет генеральный директор Артем Серов, а партами станут рабочие столы ведущих и корреспондентов, на которых мы оставили участникам акции подсказки. Екатерина Балучевская расскажет подробнее. О самых необычных площадках тотального диктанта 2019 рассказывает главный организатор Ольга Рябковец. Сегодня она тоже участвует в Омской пресс-конференции, посвященной самой масштабной образовательной акции. Говорит, в этом году свои знания великого и могучего будут проверять и в жарких тропических лесах, и за полярным кругом. А еще диктант впервые напишут в московском метро. Эту площадку уже окрестили одной из самых уникальных. Вспоминать русскую грамматику участники будут прямо в вагонах. Впрочем, Омск тоже может похвастаться креативом. Торговые центры, музеи и студия 12-го канала. На один день сердце новостной редакции Ньюсрум превратится в учебную аудиторию. Писать диктант горожане будут за рабочими столами главных медийных личностей региона. Наши ведущие и корреспонденты не только уступят свое место, но и помогут всем участникам. Хотела сделать какую-то фишку для гостей нашего Ньюсрума, для участников тотального диктанта. Что-то такое, чтобы осталось им на памяти, было полезным вот как раз конкретно 13 апреля. Мы подготовили для каждого участника тотального диктанта, который будет писать именно на нашей площадке в Ньюсруме, небольшие такие напутствия. Вспомнили, где мы ошибаемся чаще всего сами и ошибались там, допустим, в школе еще. И вот прочитав, может быть, им это поможет при написании текста. Всего для проверки знаний русского языка в Омске организовали 58 площадок. Основной по традиции станет первый корпус Омского госуниверситета. Здесь читать текст будет главный диктатор этого года, региональный министр труда Владимир Куприянов. Для руководителя ведомства, по словам организаторов, это первый опыт. А вот для сотрудников нашего телеканала, Юлии Ковыршиной, Танзили Бахтияровой, Владимира Мутовкина и других, чтение диктанта уже привычное дело. У нас достаточно широко представлены журналисты, 19 журналистов. У кого-то есть уже большой опыт, нет проблем, не нужно заниматься с этим человеком. Мы уже, в принципе, с такими давно работаем. У нас есть и учителя, преподаватели, конечно, это классика. Читать диктант будут также депутаты, артисты и ведущие спортсмены. Ну а автором текста этого года стал писатель Павел Басинский. Он подготовил четыре детективных расследования известных сюжетов русской литературы. Напомню, проверить свои знания великого и могучего можно будет уже в эту субботу. Кстати, всем участникам организаторы выдадут брендированные, заряженные на пятерку ручки. Их уже привезли в Омск. Пять тысяч черных для пишущих и сто красных для проверяющих. Екатерина Волчевская, Илья Яковленко, 12 канал. И смотрите далее в нашей программе. Узнать все об истории своей семьи. Правильно говорят, что люди, не знающие своего прошлого, не могут идти в будущее. Как и кто помогает омичам изучить свои корни. Тысячи голосов омичи активно включились в борьбу за спортплощадку в подарок от известного бойца Александра Шлеменко. И батл на языках. В Омском ВУЗе устроили битвы на скороговорках. Рискуют остаться без пенсии. Проблему неформальной занятости омичей Александр Бурков обсудил с главами районов. В муниципалитетах этот вопрос стоит особенно остро. Многие продавцы, работники сельского хозяйства и сферы услуг по-прежнему официально нетрудоустроены. Получают зарплату в конвертах, тем самым рискуя остаться без пенсии. И еще одна важная тема прошедшего заседания Совета глава – субсидирование пассажирских перевозок в районах. В этом году система изменилась. Стали видны некоторые недочеты, в которых глава региона поручил разобраться в кратчайшие сроки. С подробностями Дарья Шадрина. Зарплату получают в конвертах, болеют за свой счет и не претендуют ни на какие социальные выплаты. На заседании Совета глава озвучивают статистику. Только за прошлый год пенсионный фонд выдал 4000 отказов в назначении страховой пенсии по старости. В первую очередь с тем, кто трудился за серую зарплату. В списке лидеров – продавцы, работники сельского хозяйства, сферы услуг. Почти 40% тех, кто остался ни с чем – жители районов. Ситуацию необходимо срочно менять, отмечает глава региона. Не получили пенсию. Это означает, что ему завтра жить не на что. Содержать дом не на что и содержать своих детей и внуков. Это проблемы. И проблема с тем, что сегодня работают все по-черному, с травмами, дальше идут куда? К вам же стучаться в дверь. Потому что соцпомощи они не получают. Работодатели перед ним никакую ответственность не несут. И это снова ваши проблемы, ваши боли. Бороться с неформальной занятостью губернатор потребовал активнее. Работает в этом направлении правительство. К примеру, чтобы у фермеров был стимул платить белую зарплату, изменили процедуру выдачи субсидий. Получают их те хозяйства, где сотрудникам выплачивают зарплату не ниже минимального размера оплаты труда и регулярно ее повышают. Еще одна важная тема, которую обсуждали на заседании – субсидирование пассажирских перевозок. В 2019-м в областном бюджете на эти цели предусмотрено 120 миллионов рублей. Важно, что в этом году система предоставления поддержки изменилась. Если раньше учитывали количество рейсов и протяженность маршрутов в каждом конкретном районе, то теперь правила едины для всех. Установлена нормативная интенсивность движения, которая закрепляется следующим образом. Это 10 рейсов в неделю для муниципальных маршрутов протяженностью более 20 километров от районного центра и 30 рейсов в неделю, если протяженность менее 20 километров. Фактически это городские маршруты, которые тяготеют к муниципальным образованиям. Однако распределение субсидий на одинаковых условиях устроило не всех глав районов. По их мнению, стоит учитывать территориальные особенности. К примеру, на севере, отмечают руководители муниципалитетов, себестоимость пробега одного километра гораздо дороже. Александр Бурков предложение выслушал и дал конкретные поручения своему заместителю Валерию Бойко. В течение двух недель проанализировать всю методику, так разобраться с порядком, учесть северные территории, учесть, где есть коммерческий транспорт, где нет. Мы устешим, и мы его не создадим, этот коммерческий транспорт, при том количестве населения, которое там есть, и платежеспособности. Поэтому нужно тоже учитывать. Город Омск – это одно, устешим – это другое. Поэтому в течение двух недель отдать предложение, такие необходимые изменения, и четко прописать нам порядок предоставления субсидий в срок. Говорили на совете главы об открытости власти. Мнение губернатора здесь однозначное. Проблемы жителей чиновники должны слушать и учитывать. Поэтому чем плотнее работа за районными СМИ, тем оперативнее это позволяет решать острые ситуации. Так, после обращения жителей в местные здания, больше 90% вопросов было решено положительно. Дарья Шадрина, Павел Манжос, 12 канал. Восстановить семейное древо теперь может любой меч помочь в исполнении желания согласны волонтеры Победы. Они запустили проект «Моя история». Добровольцы ищут сведения о родственниках в архивах и составляют родословную. Денис Жарков встретился с ребятами и изучил свои корни. Екатерина Ганцева никогда бы не подумала, что русская она только на четверть. В ее жилах течет еще эстонская, чувашская и мордовская кровь. Об этом девушка узнала, когда попыталась выяснить историю своей семьи в надежде понять, что за люди были ее предки, чем занимались, наконец, откуда у нее такая фамилия. И только я начала расспрашивать своих родных, сразу же практически я увидела объявление о том, что создается отделение этой основной организации в помощи восстановления своей семьи, генеалогического древа. И я, собственно, к ней присоединилась, чтобы самой восстановить уже профессионально свое древо и, возможно, помогать другим. Организация, о которой идет речь, волонтеры Победы. Активисты ведут много проектов. Один из них – «Моя история». Он призван помочь россиянам узнать больше о своих корнях и доказать, изучать историю семьи модно. Правильно говорят, что люди, не знающие своего прошлого, не могут идти в будущее. И так вот как раз мы хотим помочь нашим соотечественникам найти именно вот эту дорогу в будущее, изучив эти корни. Начинается составление семейного древа с расспросов родственников. Потом следует изучить домашний архив, письма и фото. С этим справится каждый. А вот что делать дальше, подскажут волонтеры. Дарья Бахтина, куратор проекта в Омской области, помогает обратившимся правильно составить запросы в архивы. Конкретно мы помогли уже девяти людям, которые сейчас еще в разработке, то есть ждут ответа от архивов. Кто-то уже дождался. Так как у нас запросы различные, это не только Омская область, но и другие области, Московская, Челябинская и другие. То есть мы обращаемся к координаторам из других областей, и они также готовы нам помочь. Дарья тоже отправила запрос, чтобы узнать историю своего рода. Уже выяснила, что имеет родственников на Украине и в Польше, что по отцовской линии почти вся родня участвовала в Великой Отечественной, а семейная педагогическая династия, девушка собирается стать учителем, уходит корнями чуть ли не в позапрошлый век. Даже ее прапрабабушки были педагогами. Столько любопытных фактов сразу, а ведь студентка только в самом начале большой и интересной работы. Всех, кого увлечет идея составить свое семейное древо, волонтеры Победы ждут у себя. Связаться с ними можно через соцсети или позвонив по телефону 65 33 16. Денис Жарков, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Как станцевать скороговорку под битбокс? Баттл устроили сегодня студенты факультета культуры и искусств университета имени Достоевского. Необычный флешмоб провели в преддверии Международного дня голоса, который отмечается 16 апреля. Соперничать участникам помогали врачи-фониатры. Елена Бабкова продолжит. Никакой фонограммы и оркестра, только битбокс и импровизация. Христоматийные скороговорки здесь переложили на современный музыкальный лад. Фразы для разминки и тренировки голоса студенты исполняют под хиты поп-музыки. Свою визитную карточку голоса сцены демонстрируют будущие актеры. Между парами здесь устроили скороговорка баттл. Танцуя умудряются выпалить трудно произносимые слова без запинки. Аранжировку придумывали мы все вместе. Упражнения были некие базовые, но мы это мешали с нашими идеями, создавали что-то новое. Поэтому получился своеобразный микс. Битвы на скороговорках в ВУЗе – часть не только предстоящего праздника учебного процесса. Артистов, шутят студенты, встречают не по одежке, а по голосу. Причем следить за тем, что и как говорить будущих мастеров речи регулярно учат врачи. Как отыскать потерянный голос в самой экстремальной ситуации за пару часов до выхода на сцену, рассказывают медики. Они – постоянные участники концертов известных певцов и звезд шоу-бизнеса. Гастролирующим, да, мы выезжаем и дежурим, и сидим за кулисами, и в антрактах. Спасаете выступление? Стараемся. Ну, по крайней мере, провалов не было. Визитная карточка, второе лицо и даже психологическое оружие. Голос, говорят эксперты, – одна из уникальных способностей человека. Причем его рисунок, тембр не под силу повторить даже профессионалам-пародистам. Именно поэтому в крупнейших банках мира многие сейфы запрограммированы на голос владельца. Однако воссоздать его можно по внешности. Так японские ученые заставили заговорить Мону Лизу. Голос, окутанный мириадами тайны загадок Джоконды, написали, детально изучив строение костей лица женщины по ее всемирно известному портрету. Все сомнения скептиков и следователей тут же развеяли очередной сенсацией. По фотороботу ученые восстановили голос преступника, которого не могли найти около 10 лет. После того, как пленку прокрутили на радиостанциях, бандита сразу поймали. Елена Бабкова, Павел Манжос, 12 канал. И далее новости спорта. О них расскажет моя коллега Ольга Колесник. Привет, Оль. Привет, Елена. Оль, ну что, ровно сутки назад мы запустили в прямом эфире 12 канала голосование, которое Александр Шлеменко, наш известный боец, инициировал. Ну как откликнулись о мячи? Сколько уже проголосовало? Ты знаешь, ну давай прямо сейчас посмотрим, потому что цифры постоянно меняются. Мы вот говорили, да, что голосовать можно в нашей группе 12 канала и в официальной группе Школы Штор. Но вот сейчас пока это больше 5000. Ну солидная цифра. Данные постоянно меняются. Итак, за сутки больше 5000 амичей проголосовали за место, где хотели бы видеть новую уличную спортплощадку. В социальных сетях 12 канала и авторской школы единоборств Шторм запустили конкурс. Известный боец Александр Шлеменко и его команда планируют оборудовать в городе еще один тренажерный зал под открытым небом. И предлагают жителям самим решить, где это сделать. На выбор три варианта. В Амурском поселке в Саду Сибирь, у стадиона Авангард, что у речного порта, и у манежа Красная Звезда. Очень много получаем предложений своих районов. И всем мы не можем сделать площадки. И хотим, чтобы как можно больше амичей проявило свою общественную какую-то позицию, объединилось в своем выборе. Ну и проголосовала, поучаствовала в этом. Поучаствовала в том, чтобы у их детей появилось место, где они могут просто от своего желания заниматься и становиться здоровее и сильнее. О старте голосования спортсмен объявил в прямом эфире 12 канала. Его провели из Советского парка. Спортплощадку там открыли прошлым летом. Место также выбрали сами горожане. Сейчас эта площадка в нефтяниках пользуется популярностью амичей. Вечерами здесь всегда многолюдно. Ну а то, что школа «Шторм» проводит такой конкурс совместно с 12 каналом, стало традицией. Теперь у амичей есть ровно неделя, чтобы выбрать территорию. Итоги голосования объявим через неделю. Также в эфире «Часы новостей». Вообще же, этим летом команда Александра Шлеменко совместно с партнерами, правительством области и компанией «Газпромнефть» подарят городу три уличных комплекса с профессиональными антивандальными тренажерами. Омский пловец Мартин Малютин будет участвовать в чемпионате мира. Путевку на представительный турнир он завоевал на чемпионате России. В Москве конкурирует 650 спортсменов, которые представляют не только Россию, но и Латвию, Молдову, Черногорию, Грузию, Пакистан и другие страны. Мартин завоевал серебро на дистанции 400 метров в вольным стиле. Так он прошел отбор на чемпионат мира. Завтра соревнования продолжатся. И за медали поспорят другие омские пловцы. Вообще же, этот турнир – главный отборочный старт на крупнейшие международные соревнования всего сезона. Чемпионат мира, который пройдет в Южной Корее, Всемирную летнюю универсиаду в Неаполе и первенство Европы в Казани. Переходящий кубок компании Оша в четвертый раз выиграли ученики пятой средней школы. Торжественная церемония награждения сегодня прошла среди участников традиционной спартакиады. Ежегодно свои силы в ней пробуют воспитанники 10 подшефных образовательных учреждений Омска. Это больше двух с половиной тысяч ребят с пятого по одиннадцатой классы. С октября по март они соревнуются в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, минифутбол, дартс и стрельба. Потребовалось много труда. Это в нескольких дисциплинах, таких как волейбол, баскетбол и подобная легкая атлетика. Участвуют многие и совместным трудом это все добивается. Когда мы приезжали на волейбол, с нами ездили наши девчонки, парни, тоже болели за нас. Каждое дело начинается с команды, с сплоченной команды. И мы в течение всего учебного года проводим различные мероприятия для учащихся наших десяти подшефных школ. И надеемся, что участвуя в наших мероприятиях, они как раз приобретают дух команды, ответственности, ставят цели и достигают их. В конце учебного года для ребят уже традиционно проведут спортивно-туристическую игру «Робинзоны» и соревнования по шестиборью «Орлята России». Спасибо, Оля. Это были новости спорта от Ольги Колесник. Спасибо за внимание. До встречи. Выставка-ярмарка «Дары Камчатки» в Омске. Приобретайте чавычу, кижу, чнерку, красную икру и другие рыбные деликатесы с 4 по 20 апреля в СКК имени Блинова на улице Декабристов, 91. И о погоде. 57 миллиметров ртутного столба. Овощи с прилавка? Это не годится. Выращивай и ешь из своей теплицы. Выставка-продажа «Теплицы в Омске». Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка и хранение бесплатно. В апреле при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Таковы новости этой среды. С ними вознакомила Юлия Ковыршина. Я благодарю вас за внимание. Желаю хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!